В Бавруйске собрались лучшие умы со всей области. На повестке «Разработка стратегии устойчивого развития города до 2035-го». Перспектива хоть и далека, но уже сегодня нужно строить планы на завтрашний день, уверены участники форума. Разработка этой стратегии будет, безусловно, осуществляться не на протяжении недели. Это достаточно глобальная задача, которая будет осуществлена в ближайшие, ну скажем, год-полгода. Промышленный потенциал и природные ресурсы. Основные локомотивы развития города подчеркивают экономисты. Но сегодня мало ими обладать, нужно грамотно пользоваться. К этому добавляют зеленую экономику. Именно она должна стать тем самым эволюционным шагом к достижению высоких показателей. Это циркулярная экономика, это безотходное ресурсоэффективное энергосберегающее производство. Это те сферы, в которых максимально приближенные инструменты практического перехода к зеленой экономике, которые могут быть реализованы на предприятиях города Бобруйска. Рывком для своего рода мозгового штурма послужила разработанная стратегия устойчивого развития Могилевской области. Более того, восточный регион в этом плане стал первым во всей стране. Бобруйск имеет настолько свой уникальный потенциал и экономический, культурный, и демографический, интеллектуальный, что, наверное, он может разрабатывать стратегию самостоятельно, реализовывать по тем приоритетам, которые есть в городе. Огромное внимание уделяют развитию туризма, в частности, агро. Отсюда импульс получит торговля, логистика, бизнес и в целом экономика. Так вот и задача того, что сегодня происходит, попытаться найти те варианты, которые бы позволили Бобруйску стать примером города, который развивается на принципах устойчивого развития. Воплощение в жизнь стратегии устойчивого развития – дело не сегодняшнего дня. Это проект на перспективу. По мнению специалистов, достижение планов – задача не только руководства города, но и каждого его жителя. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.